Коррупция по-русски, шефы полиции бьют все рекорды, НРК, Норвегия, Яна Спинкруси, НРК, Норвегия, 29 июля 2019 года, существуют ли мыслимые пределы коррупции? У троих начальников российской тайной полиции и ФСБ недавно конфисковали 2 миллиарда крон, причем задержанные по должности должны были бороться с экономическими преступлениями. Истинный масштаб российской коррупции трудно себе представить, а в некоторые ее проявления поверить то сложно. Тонна денег все трое высших чинов. ФСБ были полковниками тайной российской полиции. Они возглавляли работу по борьбе с преступностью в финансовом секторе, главным образом среди российских банков. При обысках в их квартирах изъяты иностранные российские валюты на сумму порядка 2 миллионов крон. 12 миллиардов российских рублей. Сумма, как ни крути, невообразимая. Это куча денег в самом буквальном смысле слова. И это рекорд даже по российским меркам. Надежная крыша. Все трое начальников получали от банков огромные суммы за защиту от обычной полиции. Можно представить себе размах их деятельности, если они готовы платить такие деньги за собственную безопасность. По-русски это называется крыша, защита от всяких неприятностей. Обычно такого рода услуги предлагает мафия, но, как видно из этого случая, полиция тоже. Прошлый рекорд 3 года назад у другого начальника полиции было изъято 9 миллиардов рублей, лишь немногим меньше. Тот также руководил расследованием финансовых преступлений. В тот раз конфискованные деньги сложили вместе, штабелями, в назидание общественности. Напрашивается вопрос, зачем человеку вообще такие деньжища? Столько ведь и за целую жизнь не потратишь. Размах коррупции в обычной жизни с коррупцией и взяточничеством я не сталкиваюсь. Все больше людей расплачиваются карточкой, и я что-то не замечаю, чтобы чиновники вымогали деньги при выдаче разрешения или документов. То же касается и разного рода услуг. В некоторых фирмах и забегаловках спрашивают наличные, может, это и мухлеш с налогами, но меня это никак не касается. Когда я был в России корреспондентом в прошлый раз, в 1990-х, приходилось все время давать взятки таможенникам и гаишникам. Сейчас обстановка изменилась. Мой фотограф Юрий коррупции тоже не замечает. Он говорит, что недавно получил новые водительские права, все через интернет. Общение с бюрократами, которые привыкли вымогать деньги, сходит в России на нет. Крупные суммы судя по многим признакам, небольшие взятки в России резко стали брать меньше. Однако страна так и остается в нижней части коррупционного рейтинга Transparence International. В последнем рейтинге Россия обосновалась на 138 мест, в компании стран, соседство с которыми российским лидерам вряд ли понравится. Причина этого падения заключается в том, что коррупция переместилась вверх по социальной лестнице, туда, где вращаются настоящие материальные ценности. Речь идет о финансах, крупном бизнесе и надзорных органах. Бедный корреспондент от этих кругов бесконечно далек, а те, кто знает о коррупции не понаслышке, делиться опытом не намерены. Тема для пресса российские СМИ держат руку на пульсе самых громких коррупционных дел. Новости о продажных политиках или нечистых на руку бюрократах появляются чуть ли не каждый день. Складывается впечатление, что коррупция в России повсеместна. Русские в ответе лишь пожимают плечами, мол, за этим в политике или чиновники идут. Декларации о доходах каждый год политики и чиновники обязаны отчитываться о том, сколько они зарабатывают и чем владеют. Их супругов это правило тоже касается. Эту меру ввели 10 лет назад, в рамках борьбы с коррупцией. Иногда помогает, но иногда приводит к противоположному эффекту. Прессы часто публикуют декларации ведущих политиков и чиновников, и суммы в них подчас потрясают. Примечательное то, что жены этих людей нередко имеют высокооплачиваемую работу в частных компаниях, приближенных к власти. А простые россияне все посмеиваются над гаражом, который президент исправно декларирует вдобавок к зарплате и другому имуществу. Народные избранники не бедствуют среднемесячный заработок депутата Российской Думы – 240 тысяч крон, 1,7 миллиона рублей. Помимо депутатской зарплаты, у них есть и другие источники доходов. Вообще же средняя зарплата в России составляет порядка 4 тысяч норвежских крон, 30 тысяч рублей. То есть народный избранник получает в 56 раз больше. Даже зарплата депутата – это больше средней в 15 раз. И это не говоря о депутатской неприкосновенности. Любопытно, как бы отреагировали норвежцы, будь у членов стортинга. Парламент Норвегии – примечания редакторов – такие же привилегии. 200 лет назад русский историк Карамзин побывал во Франции. Там его окружили русские эмигранты. «И давай расспрашивать, что происходит на родине?» «Воруют», – ответил историк. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует...